все заснять довольно таки быстро таинство съемочного процесса как я там сзади сделал фон так панель управления нет ничего проще ответить на ваши вопросы но это все надо сделать быстро кратко четко так где остановился оксана и на петрович подскажите по детям часто более ларингитом и бронхитом что делать в первую очередь смотрите кратко и довольно таки точно значит надо разобраться с едой неправильно съеденная еда порождает у нас в организме слизь вот эта слизь выделяется бронхами отсюда идут ларингиты бронхиты и и всякая остальная ерунда поэтому разобраться с едой в первую очередь как-нибудь на эту тему поговорим более более значит детально ну первую очередь что значит разобраться с едой это не пить после еды банальная вещь потому что все что вы съели и потом запиваете у вас получается что вы все это разбавили у вас пищеварение остановилось у вас уже начинается умарить предпосылки создаются для брожения разложения но неправильно пищеварения это самое основное далее еще тибетцы говорили в средних веках что пища должна правильно сочетаться если она неправильно сочетается то это становится будет искусно подобно искусно составленному яду видите как можно человека отравлять поэтому есть надо соблюдая правильно сочетание продуктов не надо делать мешанину а дети как раз и любят делать мешанину потом сладеньким загорызть и все им больше ничего не надо для того чтобы они заболели то есть почитайте мою книжку золотые правила питания но я так кратенько сказал так татьяна ефремова про витамин а это вы зря так расчехвостили меня во первых я никогда не говорю об искусственных витаминах имею ввиду витамин а который содержится продуктах я проанализировала все продукты которые мы едим пришла к мнению что обеспечить норму для здоровья очень трудно если не есть морковку и печенку только там его максимальное количество много ли людей потребляет эти продукты да никто печенку никто не любят едят в основном мясо и птицу морковку жевать у нас не принято вот и не хватает у нас это витамина отсюда все болезни это окончание ит тензилит синусит бронхит крита так и так далее нет нет увы мы там как раз говорили о колите и я в связи с этим говорил достаточно ли одного витамина для того чтобы убрать колит то есть колит идет воспаление слизистой оболочки я уже так повторяюсь поэтому одного просто-напросто витамина недостаточно нужны другие средства и какие средства я об этом говорил а просто так вот витамин а там у нас там не хватает его даже не буду заморачивать что касается моего опять-таки татьяна ефремова это ответы значит мой комментарий про морковный сок и сливочное масло у моей бабушки муж был болен бронхитом он пил морковный сок и сливочное масло и вызову так что не надо тут позорить меня перед всем миром вы знаете никто не задается целью кого-либо опозорить вот это очень важно и я подчеркиваю здесь наоборот я стараюсь каждого человека возвысить а мы разбираем непосредственно что там было связано с колитом понимаете и вот тут то вот тут то я уже просто дальше если анализировать вот тут-то сталкивается два мировоззрения два два мира духовных и один объясняет старается объяснить истину это я а другой начинает валить все что угодно позорить и так далее и тому подобное это работает да еще как вообще все дело в питании у меня соседка вообще не любит молочку так у нее 50 лет ни одного зуба ежели или жует своими протезами и с магнием и зря у кого его не хватает бывают страшные сутки но вы просто не хотите в этом разбираться что что ваших них и это подчеркнул и при витамин а у вас написано что если у них хватает то просто плохо всасывается пищу могу даже сказать на какой странице это написано такое впечатление что книги эти не выписали кстати об этом не 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 только вот сейчас говорят на телевидении там нафиг пытались разобраться но попробуйте напишите сами написать все игнорируйте ничего не помните дело в том дело в том понимаете вообще-то это интересный вопрос вот я написал книги будучи на стадии развития татьяны но потом когда я пошел дальше я убедился что знаете вот то что нам действительно говорят вот это да вот это вот витамины загружаете с витаминами так далее оказалось не совсем работает я думал допустим я проголодаю 40 суток и как бы сказать вот избавлюсь от всех болезней ну примерно там такие предпосылки были что могут когда человека поголодает а нет то что-то другое то есть в человеке больше задействованы его тонкие тела тонкие уровни которые идут от сознания и спускаются на телесный уровень и вот там-то собака зарыта некоторые люди можно до примеры приводить такие что да там молочку личном сахар и вот такие но если другие примеры люди живут там если взять которую посадили в яму он там просадил лет и при этом еще и живешь здоров почему где какие там витамины что там витамины да не витаминах оказывается дело дело совсем другом если у вас в голове есть что-то такое что позволяет будет качать энергию с духовного уровня с уровня где расположена самая ваша может именно ваша вот истинная часть на все более низшие так создать уровни и плод до материально то вы будете здоровы опять-таки если взять вот все говорят про наеды про наеды то что сейчас там правну едят чуть ли не каждый в сторон это одно это конечно глупость и бумарить какое-то это какое-то бахвальство чем-то таким но были то и настоящий про наеды которые не употребляли вообще ничего и при этом они жили то хотя бы взять меня я 40 суток никаких витаминов не употреблял и слизистые оболочки у меня были нормально и все остальное было нормально понимаете в чем дело то есть я сейчас вас постараюсь подтянуть до своего уровня тот который сейчас у меня но но это конечно тяжело сделать из-за того что человек он вот в этом материальном погрязь вода вот так он ел вот он ел вот он ел или еще что-то да это работы но есть работы которые намного эффективнее о чем я с вами делюсь вот в чем разница ладно кто понял тот понял кто не понял читайте мои книги ешьте витамин морковку и так далее елизар советую тут смазать ланды перекись перекись ульюдом он что ничего не понимает хочет чтобы улюлю сожгли ланды во первых перекись надо разводить водой на стакан воды 10 капель ну так он как раз вот и не даются такие советы которые как бы подразумевают что человек это знает что надо развести а другие нифига не знают зафигачат и действительно не сожгут как баре алибаса выпил крота нафиг попутал его с йогуртом перекись надо так разводить агланды йода можно сжечь и надо этот самый настойку эту йоду вот тоже разводить в аптеке производится смесь специально для горла в этот состав входит йод но основной компонент другой то есть все надо разводить но лучше всего лучше всего действует тадикам то есть тот же керосин который даже разводить не надо естественно взял там будем говорить это максимум пол чайной ложки по пулю хотел выплюнул и все стрим здоровья благодарю за видео ценная информация так ел попова простым здравствуйте петрович я тоже живу ростовской области в новочеркасске у меня технический вопрос купила у себя на рынке черный тмин пакетик 50 грамм цена 40 рублей у вас камерский столько на рынке стоит просто меня берут сомнения что купила черные зернышки мало пахнут меня обычный тмин что продается продуктов в магазинах и торище пахнет может ли черный тмин так стоит вот вот насчет этого и не знаю и насчет конечно качество продуктов я тоже не не могу ручаться вот мне там привезли откуда-то с москвы я со своим знакомым переговорил готова у меня ездит человек который на базе где-то в москве берется эти там семена и далее он там везет я взял и отлично естественно для того чтобы ориентироваться по семенам по травам они должны вы вот так вот немножечко их либо разжевали либо размололи руками если травы сухие и вы ощущаете запах то есть должен быть запах как правило но семена тмина я думаю не года три наверно будут угодные а потом дальше они тоже утрачивают свою какую-то там водность срок годности травы они они вот а дальше уже вот это все фитонциды у них большинстве своем выветриваются поэтому размяли понюхали если хороший запах такой ядреный значит это то что надо а если уже там как вы знаете вот ромашка должна там пахнет соответствующий а там запаха и половины нет значит не берите эту траву они там лежат лежат не проданы естественно они потеряли всю свою ценность поэтому я вот вам так ответил на бутылке с керосина написано предназначено для растворения пятен то есть не для ламп не светитель такой можно использовать для смазания лан можно уразить и с водой чтобы не обжечься и в какой пропорции нет если написано предназначено для растворения пятен нет вот именно вот он должен быть вот именно для осветительных ламп все сейчас конечно жизнь пошла такая этих осветительных ламп уже нету нигде поэтому этот керосин которого было завались везде стал какой-то бумарить дефицитом значит используйте тудикам проверены опять татьяна или зар бывают болезни как пристануть никак не отвяжется может быть это тонкое место в организме может быть генетика вот малахова тоже не дюжи может победить генетику а что уже говорит про простых смертных так почитаем что там именно и еще одна причина которая тянется с детства в советское время не было извините нормальных теплых трусов а были длинные штаны зеленого цвета для пожилых вот мы и ходили без них и простужались да и сейчас смотришь идет девочка зимой в короткой юбки а ты думаешь и жалеешь и и зная что потом с ней может быть беда до мода для молодежи это все здесь вы правы люди из этой моды они не понимают что такое здоровье потому что него не ощущали они его не теряли и поэтому они не знают что это такое как это можно болеть тут совершенно правы может быть тонкое место в организме может быть генетика найти вот эти вот тонкие и генетика это опять-таки дань тому прошлому в кавычках научному прошлому которые вот так вот все свело к тому если они не знают тонкое место там в организме а это значит там генетика и так далее и того подобное я значит вот как раз читают эту вот книгу эзотерическое целительство и там интересные вещи есть что есть болезни которые даются человеку во во искупление чего-то то есть одно дело человек заболел действительно он может вылечиться другое дело человек заболел и он страдает и он страдает он должен от страдать во время этой болезни какую-то свою меру а именно вот почему я все теперь говорю в прошлых жизнях когда он успел этот грех получить он не помнит этого не было никакого греха а человек вот вот страдает вот болеет и так далее и не знает что и почему то есть он должен отстрадать это очень важно если кого-то берут сомнения значит возьмите вот эту книгу эзотерическое целительство и и читайте и читайте она тяжелая для понимание но тем не менее и я вспоминаю вот еще почему к этому я склонился я вспоминаю одного святого который болел с детства который болел с детства и был лежачий но он уже тогда обладал вот этими такими вещами что мог и цель исцелять сам лежит и болеет а других людей исцеляет и вот он говорит монаху будешь за мной ухаживать значит я тебя исцелю и ему этому не монаху этому больному было видение как только ты выздоровеешь пройдет три дня и ты умрешь так и случилось то есть вот как-то мы знаете вот не понимая вопросов не понимая всей этой глубины жизни которую которую которая разворачивается у нас перед глазами мы там что-то строим все что угодно вот тут может быть значит тонкие места там ищем какие-то можем какую-то генетику приплести и так далее забывая очевидное и вероятное то что нас обрезали обрезали от тех знаний которые несли прошлые жизни которые несли от уровня духа до уровня тела тонкие тела что там что там как там происходило вот это все обрезали и получилась полная непонятка поэтому я вот если соберусь духом я хочу написать уже книги которые будут от духовного уровня до физического а так они получились обрезаны от только физический уровень там вот так и всякий так позвольте а огромный пласт это знаете как мы видим айсберг вот и вот тут торчит этот самая вершинка и мы по ней думаем что вот она а там оказывается еще скрыто сколько всего поэтому вот сейчас я до таких вещей дошел стараюсь с ними работать стараюсь об этом рассказывать но когда сознание человека не готово к принятию таких вещей и я раньше когда мне сказали про раздельное питание когда я знаете качался и ел там все подряд как один говорит сейчас классик силового экстрима надо сжать и жрать вот я это и делаю понимаете когда мне сказали что существует раздельное питание я знаете ну как на него посмотрел как на умалишённого что это тут несешь про раздельное питание и когда вот это все о тонких телах и и должно изложено совершенно иначе и совершенно иначе не так как тут чакры макры мы то что-то открываем запираем и так далее вот тогда-то тогда-то это будет совсем другое дело победить генетику поэтому я занимаюсь совершенно иными вещами а я думаю что касается вот этих вот белых пятен белых пятен еще разок повторю что вот это вот я сейчас понимаю сейчас я понимаю что это именно тянется должок из прошлых жизней для того чтобы я проработал найти вот когда увидишь человека с каким-то изъяном и тебе неприятно на коже там пятна он еще какой-то там такой кривой или еще какой-то это тебе неприятно и так далее ты ты фу 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 не хочешь этого видеть то есть у тебя такой существует как бы сказать сформирован комплекс а когда это ты на себе самом ощущаешь то ты это по другому все это пересмысливаешь и вот скорее всего вот это что-то у меня такое вышло было знаете я такой рослый красивый дородный сильный умный могучий богатый и так далее так далее вот в этой жизни мне было так сказать показано что что ты там где-то очень и очень был неправ а для того чтобы поменять вот это сознание как раз и только раз и были даны пятна я уж не говорю о том о том что когда я родился чтобы не травмировать мать меня просто-напросто отнесли умирать чтобы не травмировать мол после таких родов дети не выживают они там умрут и бумаги мать и не видела этого ребенка родила и что-то такое как-то она нормально это осознает а нет я все-таки выжил раз второе значит как только первый класс закончился меня отец начал разным этим водить как бы сказать для того чтобы в лагерь отправить ребенка надо сдать там различные анализы на там справки подписать и так далее но это во время этих хождений прибегаю дорогу попадаю под машину дитя мало неразумно и мне только она так а тух вдарила как бы сказать получился такой неожиданность типа испуга и вот именно после этого у меня возникли пятна естественно там и мне было неприятно и матери там с отцом неприятно начали там лечить искали искали то есть все пятое-десятое толку ни хрена нету и где-то лет в девять мамонька узнает что есть бабушка тут рядышком там жила с нами которая выливает испуг и вот эта бабушка вылила испуг испуг понимаете испуг то что случилось перетряхнуло в тонких телах не в генетике не там что в тонком месте не еще один это произошло именно вот когда человек пугается у него значит в блоки возникают в тонких телах одни заикаются другие большие имеют от этих пятна возникает или еще что-то там такое и вот это у меня возникло так вот она вылила испугать и пятна прошли я помню в начале лета пошел к ней когда на каникулы в конце лета я вижу пятен нету и как только я увидел что их нету я ночью испугался свою собственную бабушку дабы чтобы этого не было знаете как бы сказать работа должна быть работой и вот 7 лет эти вот пятна у меня и я просто-напросто понял что это вот все лечение знаете там мазать будем еще что-то делать еще что-то нет это это должно совершиться именно там в сознании именно работа с тонкими телами и тогда будет результат вот вот они и как раз это все интересно отрывается на суставах вот это когда будет сделано значит значит будет то что надо гей гей та ё-моё звук отрубила вот чем плохо вся эта фигня меня это в том что 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 тут вот это вот кончился запал у нас и так мы рассказываем про мои белые пятна откуда там взялось так далее интересная вещь я как-то рассказывал об этом и для некоторых это явилось откровением майкл джексон которого мы знаем все легендарный певец с какого с какого рожна он окрасил себя в белый цвет то есть почему он захотел чтобы его кожа была белая кто-нибудь это знает если не знаю значит видео где он будучи еще с черной кожей снимается в рекламе и там как раз показан момент когда он подошел к осветительному прибору у него была вот такая вот шевелюра и это шевелюра от осветительного прибора загорелась и он бегит в панике с пылающей головой так вот нечто подобное вот как у меня тут испуг произошел значит потрясение того что машина сбила раз второе значит я испугался бабушку потому что нам я полусонный шел она поднялась с кровати что-то черно такое понимается это ты я отреагировал спящий 9 летний ребенок но вот это черно и я там так заорал нафиг что вот это вот был такой о испуг супер дупер попробуй его там выковырни нафиг голоданием еще там несколько иные средства должны быть какие я пока не знаю так у него голова загорелась волосы и после этого у него возникла витилига вот эти вот пятна и врачи вот теперь врачи не зная что это такое как и с этим управиться но примерно примерно бывает соображая что допустим вот вот такие то лекарства способствуют тому что осветляют кожу они ему предложили слушаем давай мы тебе белым сделаем вообще и посадили его на таблетки и он до 49 лет протянул на этих таблетках и все дальше не смог вот такие вот генетика тонкие места и так далее не что иное знаете вот опять таки когда вот не знает ссылается на аутоиммунные заболевания на генетику и наконец-таки на тонкие места просто чтобы знаете вот отвалили от чего тонкое место генетика глубоко так где же купить тмины извините ну ищите где тмин я вот сейчас был на море ольгинка шел и там одна лавка была абхазская и там только торговали специями и каких только там специи не было вот сразу возьмите где-то килограмм далее охрана что-то тут у нас татьяна и ефремова петрович а что здесь командует и низар на ваш сайте то пишет комментирует удаляет он не должен иметь доступа к вашему сайту это каждый захочет так себя вести кто хозяин сайта вы или он ну конечно я но хозяин публикации тот кто ее сделал и он вправе и есть такая вот фишечка вот она видите корзинка он ее праве удалить он ее праве изменить и это его дело я же со своей стороны могу если что-то мне вот не нравится я могу просто-напросто этого человека вообще удалить чтобы его не было и удаляю в основном тех людей кто просто-напросто знаете вот материться без разбора не вникает ни в суть ни ни во что тут просто тот отборный мат идет а если человек что-то пытается сказать свой собственный опыт что он там делал что-то там посоветовал и как раз канал для того и сложно чтобы вы могли друг с другом делиться своим собственным опытом поэтому я таких людей приветствую естественно оставляю и это как раз говорит о вашем духовном развитии мне даже знаете интересно вести канал с той точки зрения дабы проверять себя вот я буду там раздражаться негодовать на каких-то там какие-то там комментарии как-то их там осаживать или еще там как-то с ними там поступать либо же я вот найду для каждого разумного объяснения его поведению на моем канале да и вообще в интернете вот это уже совсем другое одно дело знаете просто зашел чтобы там ага тут подраться по хамить там а другое дело чтобы вы читая ваше сообщение вы как-то вот мы все от духовно 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 да вот духовный рост духовное развитие вот таких вот простых вещах она и проверяется как вы вообще не себя ведете и как это вас цепляет насколько это вас цепляет если это цепляет сильно значит вам еще до духовного развития далеко если это вас цепляет с пониманием и вы к этому относитесь вот это совсем другое вот тут-то и начинается духовный рост опять-таки татьяна петрович сейчас прочитала про черный тмин на нескольких сайтах вы его советуете пить но у него есть побочные эффекты как и у всех растений когда вы советуете употреблять большая просьба рассказать про побочные эффекты ведь люди ничего не знают и полагаются на вас отмин как я прочитал они показаны людям с зипотонии и еще он увеличит секрецию железь желудка у кого больный желудок может разболеться есть есть эти все вещи я просто написал огромную статью про тмин она лежит у меня давным-давно напечатана в газетах я ее так как я уже с моря приехал и собираюсь прочитать то есть вот та рубрика мой травник я ее буду продолжать и вот следующее скорее всего это будет про тмин правильно отдельное замечание татьяна вот что дельно то дельно что а куда деваться татьяна ефремова опять таки вегетарианцы страдают от онкалуи потому что у них у некоторых не у всех и хватает белка кто следит за содержанием белка которого требуется организм стоит выживать ведь белок это основной компонент построения клетки он составляет две трети ее я вот сейчас вынуждена перейти на вегетарианство потому что животный белок уже плохо перерабатывается в пожилом возрасте к тому же у меня вторая группа крови эта группа питается в основном растительной пищей так вот мне сейчас трудно найти растительные белки в нужном количестве это проявляю для всех вегетарианцев вот понимаете это ваше мнение танюша это ваше мнение оно вот такое ну как говорится если другое мнение то есть есть разные мнения мнения основаны как правило на опыте и вот когда мы вот этот вот опыт различных людей прослеживаем слаживаем и так далее так далее так далее то невольно начинает возникать проявляться какие-то закономерности вот вот эти закономерности то надо увидеть понять и совершенно по-иному будет интерпретировать нежели все у нас сводится к тому что вот не хватает белка не хватает витамин и и и все на этом жизнь такая сложная штука что есть люди живут и без белка и без витаминов и здорово а есть а есть просто-напросто в роскоши и только хоп несчастные случаи и нету их не говоря уже там о каких-то там болезнях и так далее и тому подобное вот вы просто вдумайтесь что что жизнь это очень многогранное явление со своими какими-то там ходами с потоками которые в конце концов там проявляются в человеке вот здесь вот уже это проявляется в том что один человек действительно живет и процветает хотя возможно у него никаких предпосылок для этого не должно было быть и наоборот человек я знаю отец матерью хорошо работали хорошо их воспитали капитал выучили на какое-то дело дали эти дела все эти дела профукали и еще этих же родители обанкротили что у них до того момента как будет их не дети стал взрослыми вошли взрослую жизнь и начали вот это их не и дела там продвигать делать и что-то там такое все в семье было хорошо как только не стали сами все это там делать начали все профукали это вызвало у родителей вот такую вот реакцию как же так что такое что это за дитё как чё почему что зачем что кто-то из супругов умер и человек остался несчастный а все было там с едой все было с материальным благами все было совсем но но благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч ваше участие и и и и и и